здравствуйте дорогие друзья я обещаю вам из другого государства практически из абхазии где много удивительного начинает работающего из vpn и инстаграма и рекламы на ю тубе правда грузинской поэтому меня почему-то атакует атакуют призывы каких-то букмекерских богомерских как-то контор грузинских в основном видимо они в основном покупают рекламу на ю тубе здесь идет грузинская вот значится впечатление у меня от абхазии хорошие удивительно что находясь на берегах одного и того же черного моря ну и не так уж сильно отличаясь по оси север-юг конечно абхазии южнее заметно но все-таки но не настолько относительно севастополя природы здесь кишь совершенно другая и то что даже в сравнении севастополем а даже в сравнении с южным берегом крыма где пальмы вот так вот повсеместно как в абхазии конечно не растут сегодня посетил наверное место которое буду помнить всегда это удивительнейшее место это новоафонская пещера кто будет в абхазии это самое наверное обязательное посещению поясню почему дело в том что это очень облагороженное место там специально пробит тоннель пещере в нем ездят нечто вроде метро такого маленького вагончики небольшие вот и ты доезжаешь за там 10 минут и потом бродишь по пещере с экскурсоводом но это удивительным я честно говоря не особо даже может быть теоретически знал но представлять это точно не представлял как вообще возможно такие полости огромные то есть это не просто какая-то какой-то зал да это целое царство сравнимая примерно с декорациями которые в море на полустередине колец фильме и по книге там подобные же описание ну вот если вы посмотрите властелин колец тут размеры залов они примерно такие они вполне сопоставим где-то нечто совершенно удивительное дороги в абхазии кстати нормальные достаточно ну вещи съеду снова афонского монастыря тут она несколько похоже но все вполне проезжаемо пока месте я не встречал где получит похуже но еще супер ужасного и не видит по поводу того что я слышал на поездке что в абхазии какие-то деньги особо водители честно пока тоже не замечал хотя и ездил там и жуткий ливень когда мы сюда ехали ночью въезжали в абхазию позавчера получается был жуткий ливень абсолютно с грозой там даже где-то вроде дорогу часть смыла вот но ну везде как водители как водители то есть какого то что там чтобы там как-то дико гоняли на пешеходниках людей пропускают без проблем то есть на самом деле ничего такого опять же удивительного я не приметил смысле вождения абхазами машин что по ценам но в новом афоне цены плюс-минус как в севастополе что-то подешевле учет вообще в крыму особо и нет так муж мало кто не знает это визуально напоминает ранетки и даже это будет как дальний родственник яблок но очень дальний довольно своеобразная на вкус штука ну да дешевенькая на по 100 рублей но она и растет много где а черешня допустим заметно дороже чем я правда не знаю она здесь местная или привозная вот но вот тем не менее есть кое-что мясо допустим дорогое на рынке в новом афоне мясо дороже заметно чем в крыму или там у нас в севастополе или в новосибирске вот так что такого чтобы тут была какая-то адская дешевизна я пока не заметил в кафешках но не скажу что прям как-то заоблачно дорого но и тоже время не скажу что как-то чрезвычайно дешево опять же плюс-минус крымские цены ну а понятно что тут если знать то конечно будет проще понятие но пока мест такого вот попалось заведение где было бы там очень много огромные тазы плова за бесценок пока вместо этого я не приметил вот природа я уже сказал удивительная на такая практически субтропическая вот недаром когда я учился в школе там были природные зоны там отдельно выделялось черноморское побережье кавказа вот она действительно выразительно отличается даже от юбка планирую еще посетите ну сухом наверно вечером сейчас вот вернусь поем поеду сухом посмотрю ну и один день завтра послезавтра там посмотрим сгоняем туда в кварчал в кормару в общем города вот эти вот полу заброшенные заброшенные ну они строго говоря в кварчал так вообще райцентр там народ живет во кармаре там тоже вроде как кто-то живет несмотря на то что считается на городом призраком этом том же кварчале вроде как когда ты жил 20000 а сейчас живет где-то пять ну пять тысяч тоже немало вот так что абхазия удивительное место она удивительная каким-то таким сплетением истории разных совершенно эпох это и романа византийское наследие потому что кто не знает особенно если меня кто-то смотрит из тех кто севастопольские имейте ввиду что древний себастополь он находился именно на территории сухума вот они в севастополе не в крыму вовсе просто наши когда называли города в крыму ну так сказать с отсылкой к греко византийскому греко романскому наследию при екатерине там другие времена но в основном при екатерине вот эти вот названия они были иногда ну что называется вот что-то такое было ну понятно что источниковая база в те времена другая была да и собственно представление там о том ничего было какой древний город до сих пор имейте ввиду что есть по этому поводу особенно про малые города боспора там есть некоторые вопросы где еще находилась а уж тогда тем более поэтому у нас херсонес но средневеков лишь херсон назывался византии он у нас оказался новый город смысле он находил находится в усе днепра как мы знаем в то время как отечный херсонес находился на территории севастополя ну а вот себастополь диаскурия сначала греческая потом римский себастополь он находился на территории как раз сухума но его название перекочевала в крым поэтому имейте ввиду что мир он в этом смысле кесен и названий всяких разных много они таскать или качу туда-сюда вот так что здесь и античное наследие здесь присутствует конечно и пехов виды 30-летней давности хотя прошло 30 лет но заметно то есть большое количество всяких заброшенных полу заброшенных но допустим вокзал в новом афоне он фактически заброшенный там внизу несколько комнат так сказать под кит кафе хи прибрали вот в общем центров мест и так далее санаториев вот как традиционная кавказская культура конечно кстати опять же вчера недавно уточнил данные по населению в абхазии оказывается здесь всего если взять сто процентов до населения здесь получается около 50 1 больше половин это абхазы где-то по 18 процентов это армяне и менгрелы ну можно сказать грузины а воду язык у них по крайней мере грузинский ну а еще процентов 10 русские ну там немножко греков есть в общем остальные уже так понемножку группы населения но южные районы абхазии гальский район так далее они в общем менгрелами достаточно серьезно заселены русские в основном в новом афоне в сухуми и вот здесь вот в центре центральную еще центральные районы армян достаточно много причем вчера мы тут гостим ну живем у дамы армянского происхождения она мне вчера поведала что они из так называемых химшилов или амшинов армян которые пришли сюда с территории турции я сначала из армении перебрались в византию а потом постепенно пошли на кавказ под давлением турок а вы под влиянием попыток исламизации которая части прошла но часть армян суда пришла в абхазию и вот они она говорит что у них с армянами ереванскими не вполне взаимопомнимание потому что много тюркских слов в языке химшилов а вот так что вот такая вот интересная особенность в целом страна очень даже советуется к посещению причем не ради пляжного отдыха имейте ввиду что пляжи тут часто галечные это так на любителя дело но здесь даже без пляжей а погода у нас сегодня полдня дочь заливал но здесь даже без пляжей можно найти места очень достойные для посещения типа новоафонской пещеры которую вы ну аналогов не знаю где в мире можно найти кстати она не самая большая в абхазии но она наиболее благоустроены и для посещения оборудованы вот вы можете с большим послевкусием провести где-то полтора-два часа вашей жизни спасибо за внимание друзья думаю что буду еще чего-нибудь записывать все вам добра